Ты быстро разведёшься со своей женой. Затем вместе со своей семьёй придёшь ко мне домой, как полагается, и попросишь у меня руки Пелин. А я сделаю то, что надо. Второй вариант. Сейчас, здесь, в последний раз, целым и невредимым, ты выйдешь отсюда. И больше никогда не увидишь ни Пелин, ни ребёнка, который должен родиться. Ха, если скажешь, что нет, буду делать, как захочу, вот тогда я сожгу тебя. ЗАЖИВО ФЕРИТ КОРХАН Ах, этот парень, правда, меня напрягает. Вы швырните его, не то он из меня убийца сделает. Тссс, послушай, послушай меня, слушай сюда. Отпусти! Отпусти! Я не разведусь со своей женой. И своему ребёнку дам фамилию. Ты не сможешь мне помешать, ты понял? Отпусти! Отпустите меня! Отпусти! Да отпусти же ты! Подождите, подождите. Слушай меня, я всё тебе сказал. Ты можешь делать всё, что захочешь, как пожелаешь. То, что сделаю я, вполне очевидно и очень просто. Ты больше не увидишь ни Пелин, ни ребёнка. Забудь об этом. Понятно? Вон отсюда. Слушай ты, чьего ребёнка ты кому собрался не показывать, а? Я убью тебя! Ты услышал меня? Отпусти! Слушай, отпусти! Отпусти, чьего ребёнка ты собрался не показывать, а? Отпусти! Перит! Пелин, а тебе ноги переломают, ты поняла? Ну-ка иди сюда! Иди сюда! Что это такое? Что это? Откуда он взялся? Дикарь какой-то. Да кто он такой? Откуда в нём столько смелости, а? Или ты рассказываешь этому парню что-то другое, поэтому он такой смелый, а? Нет. Очевидно, что всё не будет так легко. Но в любом случае будет. Без разницы. Госпожа, это здесь? Будете выходить? Можете минуту подождать меня? Спасибо. Отпусти! Отпусти меня! Пошли, пошли! Шагай, шагай! Что вы творите? Шагай! Да отпусти же ты меня! Шагай! Алло, мама? Не мама, не мама. Это твой отец. Отец, ты где ходишь? Где ты? Который уже час? Сегодня у твоей сестры помолвка с Иран. Ты где? Где тебя носит? Скажи мне, где ты? Папа. Что? Что, 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 что? Это папа, папа. Что, папа? Ты выводишь меня из себя. Где ты? Говори уже. Скажи, где ты? Папа, я в университете. Я немного задержалась. Я скоро буду. Говорит, в университете. В гробу я видел твой университет. К чертям твой университет. Сегодня день помолвки твоей сестры. Ты решила стать учёным, а? Слушай меня. Ты начинаешь меня раздражать. Думаешь, это шутки, а? Итак, матери. Парня нигде нет. Непонятно, где её носит. Твоего мужа нет. Тебя нет. Орхана нет. Господина нет. Никого нет. Сейчас же садись в машину или куда хочешь и приезжай в особняк. Не раздражай меня. Хорошо, папа. Я еду. Можем ехать. Отпустите! Отпусти! Отпусти меня! Шагай! Шагай! Отпусти меня! Отпустите меня! Отпусти! Вперёд! Давайте вперёд! Я убью вас всех! Я вас уничтожу! Я вас всех уничтожу! Вы поняли меня? Я вас уничтожу! Убирайся! Отпустите его уже! Отпустите! Мустафа, ты здесь что делаешь? Оставьте его! Зайдите внутрь! Пусть делает, что захочет! Господин Ферит! Пошли вон! Что ты здесь делаешь, Мустафа? Я вам всем покажу, где раки зимуют! Поняли меня? Я вас всех уничтожу! Больше ты этого парня не увидишь, Пелин! Ты даже голову не высунешь из этого дома! Ты поняла меня? Даже голову! Поняла! Шехо? Может, ты уже немного успокоишься? Как мне успокоиться? Меня всего трясёт! Как мне успокоиться? У тебя совсем гордости нет, дочка? Совсем гордости нет? Ты ещё и тайно встречаешься с этим парнем! Да как ты можешь так поступать? Как ты можешь? Дядя, я ведь сказала! Он недавно узнал! Он просто появился и всё! То есть ты совсем не виновата, верно? Верно? Верно! Верно! И всё само по себе произошло, да? Просто так! Просто так! Я тебе сейчас как устрою! Папочка! Успокойся немного! Послушай, пожалей себя! Я за тебя переживаю! Убери руку! Руку убери! Это первое! Второе! Ты знала обо всех их выходках! И ты не рассказала этого отцу! Ты скрыла это от отца! И твой черёд настанет! Обязательно! Брат! Ты сильно давишь на девочек! Давай мы с тобой наедине поговорим! Верно! Верно! Давай с тобой наедине поговорим! Послушай! Выводят меня из себя! Клянусь, вы надо мной издеваетесь! А? Тётя! Тётя! Где этот господин? Послушай! Он разве не сам сказал, что будет помолвка? Он обязательно придёт! А-а-а! Конечно, конечно, конечно! Он придёт! Ты жди, он придёт! Тётя! Да они, они над нами издеваются! Господин Кязым! Мы говорим о господине Халисии! Если он дал слово, то обязательно сдержит его! Конечно, сдержит! И фокат у тебя ещё долго голова будет кружиться из-за этого, знаешь? А, смотри! Ферита нет! Господина нет! Матери этого парня тоже нигде нет! Я не шучу! Смотри! Если они придут, то придут! А не придут! Пьяняй на себя! Ничего подобного не произойдёт! Всё будет так, как мы договаривались! Так где тогда? Где они? Где? Где они? Вы видите? Ты видишь их? Я не вижу! Смотри, где они! Скажи! Мы сидим здесь, говорим! Где они? Где они? Скажи мне! Ну, дело в том, что... Мы с Ферритом на какое-то время потеряли голову. Мы начали целоваться. Не знаю, все, что он говорил в ту ночь, было совсем другим. Это было больше, чем просто поцелуй. Я отдалась ему. Я подумала, что мы переживаем что-то особенное. Это было что-то... Это было что-то невероятное. Боже, помоги мне, пожалуйста. Я сойду с ума. Я сойду с ума. Я сойду с ума. Я сойду с ума. Ни с кем не разговаривает, ни с кем не общается, ладно? Давай, прошу тебя. Я сойду с ума. Сейран? Я звонил тебе много раз, ты не отвечала? Звук был отключен. А ты в порядке? Что-то случилось? Что-то случилось? Что-то случилось? Что-то случилось? Нет. Ничего не случилось. Самый обычный день. Показали фотографии, на которых мой муж целуется с одной девушкой. муж говорит, что это не моя вина, и я доверяю мужу. Сказала, ладно. Сразу ему поверила. Сразу ему поверила. А потом мой муж сказал, что докажет мне это. Я поверила ему и согласилась. Согласилась. Сейран, слушай, я же сказал тебе, что докажу. И докажу, понимаешь? Я докажу тебе, ладно? Ладно. Я же ничего не говорю. Говорю, что жду, когда докажешь. Иди сюда. Иди. Иди. Красавица моя. Не грусти. Послушай. Послушай. Я клянусь тебе, Сейран, я докажу, что я ни в чем не виноват. Ладно? Посмотри на меня. Сейран. Тсс. Посмотри на меня. Я тебе докажу. Клянусь. Но, пожалуйста, не надо. Не расстраивайся так сильно. Не делай этого, красавица моя. Не делай. Красавица моя, не делай этого. Ладно? Слушай. Даю тебе слово, Сейран. Я найду того, кто играет с нами в эту игру. И он нам за все ответит. Ты поняла меня? Он за все нам ответит. Умоляю тебя. Не расстраивайся так, Сейран. Ну, Сейран. Умоляю тебя, не расстраивайся. В доме ведь помолву. Мы сильно опаздываем. Папа очень на меня злится. Пойдем? Пусть злится. Ничего страшного, пусть злится. Все в порядке. Мы сейчас пойдем. Давай, зайдем. Пойдем, дорогая. Пойдем. 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 Особенно следить за мной, невестка, а? Сейчас не об этом речь. Ты сам знаешь. Ты мне не расскажешь правду? Какую правду мне тебе рассказывать? Какую? Ты со своим Мустафой и сама прекрасно всё выяснила. Пилин со своим ребенком появилась передо мной, вот и всё. Я тебя просила рассказать, если что-то есть. Говорила, что это и так полно проблем. Почему ты мне не рассказал? Ладно, успокойся Надо найти выход Есть какая-нибудь идея? Нет, 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 нет Нет, невестка, у меня никаких идей Единственное, что я знаю Сейран не должна узнать об этом от кого-то другого Каждый раз хочу рассказать, но что-то происходит и не получается И что ты будешь делать? Я не знаю, что делать Мысли запутались Да с ума сойду Пошел сегодня к Пелин Познакомился с ее дядей Или я разведусь с женой И женюсь на Пелин Или больше никогда не увижу ребенка Вот об этом сказал мне ее дядя Как так? Как он может такое сделать? Кто он такой? Откуда я знаю? Придурок какой-то Твердил, что все его называют горелый шехмус Ненормальный какой-то тип Нормальные нам никогда не встречаются Все сумасшедшие и больные рядом с нами А ты что думаешь? А что будем делать? Ферит Надо все рассказать твоему дедушке О, аллах, невестка, не неси чушь, а Что мы расскажем деду? Что расскажем? Что? Что я ему скажу? Дедушка Пелин вернулась и ждет От меня ребенка? Так я скажу дедушке, да? Именно так Ты должен честно все рассказать Иначе... Что, 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 что иначе? Иначе это дело плохо кончится Ох! Что я буду делать, а? Нет, нет Нет, нет, нет Я не смогу рассказать об этом дедушке Я не смогу это объяснить дедушке На этот раз он не выдержит Он вычеркнет меня из своей жизни Невестка На этот раз действительно уничтожит меня И дед мне не поверит Что он мне скажет? Что скажет мне дедушка? Почему не поверит? Ты ведь тоже не знал? Разве девушка с большим животом Не появилась перед тобой? Открыто расскажешь Я тоже буду рядом К тому же Разве в свое время Он сам не пережил то же самое? Не бойся Он тебя поймет И к тому же Внук есть внук А, Карлос Должны были привезти мои вещи из химчистки Если они внизу Пожалуйста, подними их в мою комнату Разумеется, госпожа Спасибо Послушай, Ферит Дед тебя очень любит Сначала, конечно, немного разозлится А потом ему понравится твоя честность В этом вопросе только дед может тебе помочь Сэрон? О чем вы разговариваете? М? В каком вопросе только дед может тебе помочь? А, Ферит? Ты подслушиваешь под дверью, невоспитанная? Что касается невоспитанности Давайте сравним Кто более из нас аморален и невоспитан, госпожа Ифакат Тише, успокойся, Сэрон Ничего нет, ладно? О чем вы говорили, Ферит? Я слушаю О чем ты боишься рассказать деду? Ладно, пойдем поговорим в комнате, Сэрон Никуда я не пойду, Ферит Ты объяснишь? Давай Фотографии Фотографии, Сэрон, поняла? Я пришел к невестке и попросил помощи Кто-то играет с нами Что нам надо найти выход Она сказала, что надо рассказать деду Что будем делать, спросил Она сказала, что дед разберется Вот и все, Сэрон, вот и все Вот и все Уму непостижима, Ферит Ты пришел и рассказываешь Обо всем этом невестке? Этой омерзительной женщине Которая столько всего сделала И тебе, и мне И причем не спросив меня, Ферит Не обсудив со мной Ты пришел и рассказываешь ей? Браво! Браво! Сэрон Сэрон А что за дело с фотографией? Откуда я знаю? Откуда я знаю? У меня голова кругом Невестка, послушай Послушай Ты никому ничего не говоришь Держи рот на замке А ты поняла? Я пойду к Сэй Эксей Ран И все улажу А потом пойдем И все расскажем дедушке, хорошо? Хорошо, что нечего рассказывать А если бы еще и было Молодец 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 Ты очень красивая, Суна Входи Я подумал, что ты уже готова Я выйду вам Есть о чем поговорить Ты очень красивая Дай рука Выбрал кольцо Достойное тебя Первое было красивее Как ты мог так поступить со мной, Ферит? А? Ты пошел и все рассказал Этой женщине, да? Да, рассказал, Сэй Ран А что мне делать? Что это значит, Ферит? Это и есть выход, который ты нашел? Просто не верится Можешь представить В какое положение Ты меня поставил Перед этой омерзительной ифакой? Сэй Ран, ради Аллаха В какое положение ты попала? Ты ослеп, Ферит? А? Мне присылают фотографии Где ты целуешься с девушками Я пытаюсь жить Как будто ничего не было А ты идешь И рассказываешь об этом Непонятно кому, Ферит Теперь все узнают Все, Ферит Ты доволен? Браво Нет, Сэй Ран Нет, нет Никто об этом не узнает Если бы я был виноват Разве рассказал бы Об этом невестке, а? Разве скажу Что поговорю с дедом? Разве попрошу у них помощи Сэй Ран? Разве я так поступлю? Знаю, что в этих фотографиях Есть подвох Поэтому рассказал Понимаешь? Почему тогда мне не сказал, Ферит? А? Почему мне не говори Что расскажешь об этом Ифакат? Почему ты не советуешься со мной? Что я тебе сказал внизу, Сэй Ран? Я все докажу, сказал Понимаешь? Я все сделаю И выход, который ты нашел Рассказать Ифакат Потрясающе Правда, потрясающе А ты знаешь, что для меня означает все это? Ифакат пойдет? Она пойдет и найдет Кто стоит за этим делом А я Никогда не узнаю правду Значит, вы снова скроете от меня всю правду Сэй Ран Ферит Это так же, как вы поступили с таблетками Но такое не остается безнаказанным Понятно? Поэтому ни ты Ни они Не утруждайте себя зря Я сама все узнаю Что ты говоришь, Сэй Ран? А? Что это значит? Что значит, то и значит Не все сразу Не все сразу Проклятые курханы Что это такое? Мать парня сбежала Отца нет Деда нет Бабки нет Никого нет, друзья Что это такое? Я что, должен сидеть Ждать их настроения? Господин Казым Они не придут быстрее Если вы будете так кричать Будем сидеть и ждать Что происходит? Как что происходит? У нас помолвка, а дома никого нет Дома прислуги больше, чем родственников Посмотри Как смешно, как смешно Где дедушка? Пришел? Они издеваются над нами? Клянусь, издеваются Кая Иди сюда Ничего не поделаешь Тетя, ничего не поделаешь Не вмешивайся Давай Давай, проси у меня девушку, как положено Как это? Сейчас? Да, парень, да Ты никогда фильмы не смотрел По велению Аллаха Согласия пророка Отдаешь ли ты мне такую-то Я скажу, что отдаем Вот и все Вот и все, парень Давай, давай Давай, ну Казым, разве можно так сразу? Разве таковы традиции Казым, подумай Традиции? Какие традиции, о чем ты говоришь? Мертвое пространство Не видишь, никого нет Хорошо Нет проблем Будет, как вы хотите Мужик Ты мужик Видишь, тетя? Молодец Молодец, жених Молодец Ты с каждым разом Мне нравишься все больше и больше Ферит Видишь, слышишь? А? Ага Издевался, что он Ряженая чучела Ага А он защищает мою дочь Посмотри Это ты так издевался И как-то внезапно Поменялся Папа Казым А? Ладно, все Я не могу больше Дерять времени с тобой Давайте Я никого не могу ждать Зовите всех, кто дома Проведем уже и закончим Давайте, давайте Господин Казым Господин Халис Разозлится, когда узнает Она все еще Про этого Халиса говорит На что разозлится Господин Халис Если узнает Что здесь происходит? Мама, добро пожаловать О! Господин, мы хотели Сами решить свое дело Потому что ты не пришел Но ты Сам решил свое дело Теперь стало понятно Где ты был Я не хотел, чтобы Кая Сегодня был без поддержки Из-за меня Я поступил со своей дочерью Очень некрасиво Поэтому сегодня Пошел и извинился Вот так А она проявила мудрость И приняла мои извинения Спасибо ей Итак, теперь пора Надевать кольца Будьте все готовы Я сейчас приду Слава Аллаху Я прям вспотел Все, все, все Садитесь Давайте, садитесь Садитесь Принесите тете Что-нибудь расслабляющее Какой-нибудь фенхель Заходи Вы пришли вместе К Добрули? Господин Мы не отнимем у тебя Много времени Ферит хочет поговорить С тобой по важному делу По важному делу? Хорошо Выслушаем О чем речь Рассказывай, Ферит Итак Следуйте за мной В чем дело? Дедушка Помнишь, была Пелин? Моя бывшая Ты С ней тоже был знаком Так вот Это Пелин Она беременна То есть Она носит Моего ребенка Я же говорила тебе Что все будет прекрасно Ты сегодня Очень красивая Суна Просто красавица Просто красавица Дочка Ты прекрасно выглядишь Наконец-то Ты пришла Я думала Что ты не придешь Пришла посмотреть Если я вдруг снова Все испорчу Я пришла посмотреть В порядке ли ты Но вижу Что все хорошо Девочки Перестаньте Разве так можно? Вы же так любили Друг друга А? Вы так боялись Что с кем-то из вас Что-то случится Не понимаю Что сейчас с вами Я не понимаю Еще в такой день Перестаньте, девочки В такой день Нельзя ссориться Сегодня такой важный день Спроси это у Сейран, мама Интересно Почему так произошло? Почему у нее Все изменилось Отношение ко мне Пусть расскажет Суна Успокойся Не вешай нос, дочка Не плачь Не делай так Ну же Давай, дочка Сегодня твой лучший день Соберись Соберись Что мне еще тебе сказать Феррит Что тебе сказать Я каждый раз доверял тебе Стоял за тебя горой А ты появляешься передо мной С еще большим позором Как ты мог это сделать? Как? Дедушка Я правда Ни в чем не виноват Замолчи Ни в чем не виноват Видите ли Откуда этот ребенок? Откуда он взялся? Феррит Как ты мог сделать такое Будучи Женатым На другой Как ты мог Дедушка В тот момент Я Этому нет оправдания Как у тебя хватает совести Что-то мне еще говорить Феррит Разве я Не делал все Что ты хотел? Так ты мне отплатил Феррит Я учил Учил тебя манерам Обычьям и традициям Столько лет Рассказывал тебе Про это А ты стоишь Передо мной И все это Мне рассказываешь А ты Ты послушала его Взяла и привела Снова ко мне Да? Чтобы он Все это мне рассказывал Господин Только вы можете Решить это дело Замолчи Еще хватает совести Что-то говорить мне Что мне еще решать? Что? А? Дело сделано Дедушка Я пришел к тебе И честно все рассказываю У меня проблемы Дедушка Что мне тебе сказать? Что мне сделать? Что мне сделать? Ты мне нужен Дедушка У кого мне просить помощи Как не у тебя? Дедушка Только ты можешь помочь Как я могу помочь тебе Феррит? Скажи мне Что я могу сделать для тебя Мой дорогой внучек? Говори Пожалуйста Не стесняйся Послушай, дедушка Об этой ситуации Знаешь только ты И невестка Кроме вас Никто не знает об этом Я Я Если не у вас То у кого мне просить помощи Дедушка Разве я хотел Чтобы все так получилось? Ха? Хотел бы я, дедушка Что поделать? Такова судьба Что мне делать, дедушка? Не принимать? Сделать вид, что ребенка нет? Что мне сделать? Скажи Всю свою жизнь Я мечтал взять на руки Твоего ребенка Всегда Всегда просил Всевышнего Пусть это случится И больше я не прошу ни о чем Я умолял Всевышнего Чтобы он не забирал мою душу Пока этого не произойдет Но, Ферит И все же тебе каким-то образом Удалось испортить мне Такой радостный день Что же мне с тобой делать, Ферит? Кузина? Пырыл, и что теперь будет? Как мы это сделаем? Пило, успокойся Ну хорошо Все перенапряглись Я знаю Но счастливый конец Думаю, близок Как это близок, Пырыл? Ферит сказал, что не будет разводиться Ты не видела, как он отвечал дяде? А что, если он не откажется от этого брака? Послушай Эта девушка уже совсем скоро Сведет с ума этого парня У него крышу снесет И парень, в конце концов, скажет Будь ты проклята, хватит уже Надоела ты мне И придет к себе, как миленький Не говори потом, что я не говорила Вот посмотришь Я уверена в этом Сина, расскажи ты тоже Как она сегодня повела себя? Я сказала, что Ферит приставал ко мне Что он писал мне И что потом мы поцеловались Она прям взбесилась А затем я прикинула жертвой Сказала, что больше не писал И не звонил мне В общем, пусть знает, какой у нее муж И что она сделала? Поверила? Она, в конце концов, просто Расплакалась с кузиной, не так ли? Да, да Она сильно плакала И мне ничего не могла сказать Затем просто встала и ушла Дорогая, малышка моя Единственная Доверься мне Доверься своей кузине Не волнуйся Все будет хорошо Вот увидишь Они не справятся с такой проблемой Они разведутся не сегодня, так завтра Я уверена в этом Обязательно разведутся Ух, не знаю, Пырыл У меня и так голова кругом идет А что, если так не будет? А что, если все наши усилия Окажутся напрасными? Что, если Ферит все равно не откажется от своего брака? Ферит Ферит, которого мы знаем Ферит Откажется от своего родного ребенка И выберет свою жену из Антепа Которая только устраивает ему сцены ревности, да? Нет Нет Если честно, Ферит Корхан, которого я видела в баре Мне не показался человеком, которому есть дело до своей жены и брака Думаю, это скоро закончится Дай бог, все будет так, как вы говорите Мне бы только увидеть, как эта Сейран в слезах уходит из этого особняка Не волнуйся, все будет так, как ты хочешь Доверься своей кузине Все, что тебе нужно сейчас сделать Это думать о своем ребенке и вашем здоровье Понятно? Главное, чтобы у вас все было хорошо Ферит С дедушкой мы разобрались Что будем делать с Сейран? Не знаю Не знаю Не знаю Я всего две минуты испытывал радость И ты сразу все испортила Ты знаешь, что случится, когда Сейран узнает об этом Послушай Дедушка сказал, что все уладит Но мы не знаем, что он сделает Проблема ее дяди очевидна Он хочет, чтобы ты женился на Пелин, что естественно Как дедушка пойдет и убедит его? Послушай Ты был со мной честен И я буду с тобой честна Ты уже не ребенок Конец очевиден Не смотри так на меня Не сегодня, так завтра Когда все об этом узнают Ты потеряешь Сейран Никогда Никогда этого Никогда этого не случится, невестка Поняла? Никто Никто не сможет разлучить меня с Сейран Ясно? Сейран поймет эту ситуацию И скажет, что я прав Мне кажется, что Сейран уже давно не такая Как знаешь Попробуй Сейран уже не сможет разлучить меня с Сейраном 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 Продолжение следует...